Назовите в суду фамилию и имя, отчество? Низейна, Наталья, Дарьясна. Работаете где? Я пенсионер. Мне прислала дочь по вайперу фотографии, на которой были задержаны ценники, против спецоперации. Сегодня человек принес ценники, завтра не принесут туда что-нибудь за рыбой. Моего мужа задержали 6 апреля за то, что он разместил антивоенные ценники в супермаркете. Против того, что убивают людей, против того, что гибнут наши солдаты, там не было никакой дискадитации. А ваша жизнь из-за этого изменилась? Наша жизнь, она приводит в спад. Я часто слышу такое о нашей семье, о Вове, враг народа. Да, вы враги народа, национал предателя. Такая фраза, пусть так люди погугли, да, кто ее сказал. И на каком языке ее сказали. Это же с нацистской Германии эта фраза пошла от Гитлера. Владимир Завьялов, предприниматель и отец двоих детей из Смоленска. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По условиям домашнего ареста Владимиру запрещено говорить со СМИ. Из публикации интернета здания «Медуза». Я конкретно знаю. Володя хороший человек, семья хорошая. И это человек, которому не безразлично, и он хочет, чтобы было вокруг все хорошо. И у всех. Почему ты приходишь на суд во Визавьялову? Ты с ним знакома была? Нет, нет, я не была с ним знакома. Я решила прийти, чтобы поддержать, морально поддержать человека. Я считаю, что обвинения его абсурдны. Сам суд как театр абсурда какой-то смотрится. Расчет всех этих показательных судилищ именно на то, чтобы укрепить страхи в обществе. Вот этому поддаваться не надо, и нужно продолжать действовать. Не молчать. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Мы погнали там огромное количество, чуть ли не миллион человек туда, в этот котел. И ты об этом рассказываешь, да, в Великой Отечественной войне. И ты смотришь там, как у людей там слезы наворачиваются. Наши герои погибали в самые жестокие дни войны. Самые кровавые, самые беспобедные в самом начале 41-го года. Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, Мы все в румашу полегли когда-то, Мы хотели с белых журавлей. Но представить, что все вот это население страны, или, ну, я не знаю, за все, вот взять в Смолян, да, в Смоленске, или вот моих туристов, которых всех я видел, Что вы скажете, завтра, да, как у Бориса Васильева, завтра была война, да, и люди будут, найдут миллион оправданий спецопераций, или как бы ее там ни называть. Я не мог это себе представить. Ваши действия какие были дальнейшие? Мои дальнейшие действия, я позвонила службу 112. Что ты сообщила? Сообщила, что в данной рекорд-пакте находятся церкви, а там был там текст, который, что советские, в смысле российские войска разбомбили что-то, школу, что-то такое, очень короче. Я восприняла это как обиду за своих. Как обиду? Мне не понравилось то, что человек это сделал. Значит, у вас такая вот гражданская позиция по жизни. Да, такая гражданская позиция. Изменилось все. У нас осталось два прекрасных сына. Старшему семь, маленькому год. Нам пришлось переехать жить к родителям, потому что суд определил место пребывания по прописке. Теперь мы живем вместе с родителями. Вот живет мать, отец, наша семья и живет брат. Судбук, соответственно, не может работать, потому что просили хотя бы для него запрет определенных действий, но, к сожалению, суд не дал. Дали домашний арест. Муж не работает, я нахожусь в дикойте с годовалым ребенком. Ну, конечно, сейчас очень сложно. И отношение людей просто дикое. Тут еще одна мать из детского сада. Я вообще как бы в водительском комитете состою вот с самого начала. И одна мать мне написала, что, да, с таким воспитанием ваш ребенок будет нацистом. Потому что он не патриот, он не становится в букву Z. В садик мы перестали ходить, потому что я не хочу, чтобы моего ребенка обижали. Слушай, мы договорились с тобой, что сегодня вечер, да, выберем игру. Точнее, завтра. Завтра. Монополия. А сегодня мы выберем какую-нибудь игру, чтобы завтра был игру. Да. То есть вы чувствуете, что стали изгоемы в обществе, в котором жили. А это случайная цифра? Нет, это Джордж Лорелл, 1984. Последняя книга, которую я читал. Случившись. Да, это еще год его рождения. Такой символизм такой, злой, наверное. У Вовы недавно умер дедушка, с которым он не смог пообщаться из-за того, что находился под домашним арестом. Да. Это случилось 12 июня. И, к сожалению, он не смог пойти на похороны. Когда были похороны, это был как раз-таки один из заседаний судебных. Мы пришли потом домой с этого заседания. И я сразу пошел на вот эти поминки. И двоюродная сестра, Вовина моя, Наташа была. И она, я помню, как-то так выразилась. Вот, вот, Сталин на вас нет. Ну и ты видишь вот эти взгляды, такие, недвухсмысленные. Ты слышишь вот эти какие-то разговоры про Сталина. Ты слышишь, как в соседней комнате работает телевизор, в котором, да, Россия-24 там рассказывает, как нацисты разнесли Мариуполь. Можно ли найти в Мариуполе хотя бы один целый дом? Наверное, можно. Искать, правда, долго придется. Масштаб разрушений поражает. Дедушка, ну, дедушка просто, он говорит, да как так? Когда ему пришли и сказали о ситуации, он говорит, ну как так? Ну это же, ну это же неправильно, это же там, 37-й год какой-то получается. Ну, ему сказали, да, вот дедуль, да, так и так, действительно так. И у дедушки, получается, его отец, он был политзаключенным. Его посадили в лагерь за то, что он спел частушку. Мол, у царя Николашки жили вот так, а сейчас при Сталине живем, как нам рассказывают, лучше, но на самом деле хуже. Вот в этом заключался смысл вот этого стишка. Кто-то на него донес из его, получается, товарищей, коллег, кто с ним вместе работают. И его арестовали, или 10, или 15 лет ему дали лагерей. Ну, а сам вот дед Витя, он оказался как сын врага народа в таком статусе. То есть дедушка на себе, можно сказать, испытал все тяготы того, что его отец был ЭПСЕ. Ну, и дедушку не взяли из-за этого в морское училище, потому что он был сыном врага народа. Мы нашли его отца, то есть, да, отца деда Витя, нашли в мемориале, который сейчас, что он там, и иностранный агент, и ликвидировал он сейчас. Ну, когда он еще работал, мы нашли о нем сведения, за что его арестовали, то есть, вот эта статья, какая она там, 51-я, или какая она там, враг народа. А теперь, получается, у него внук стал враг народа. Да, получается так. Это, конечно, очень грустно. Через столько лет, казалось бы, мы живем в новое время, в адекватное время. Но оказалось, что нет. Как ты узнала о деле Волда Завьялов? Почему пришел к ним в новой? Десятевых свобод. Пришел, потому что неравнодушный. И для нас это первый раз было большое такое удивление, потому что я стоял на лестничной клетке. Это, по-моему, было второе заседание. Или первое, или второе. И выходит Вова, выходит адвокат. И такая группа людей, человек 10-12, вслед за Вовой подходит сразу ко мне, к маме, к отцу. Мы все так стояли, ждали, чем первый процесс закончился. И они выходят, и сразу какие-то слова поддержки говорят к маме. «Вы мама, ваш сын-герой». И держитесь. Было очень неожиданно и очень приятно. А само судебное заседание выглядит, как будто ты в произведениях Орелла. Вот реально. 1-9-8-4 полное ощущение, погружение. И страшно, и дико слушать. Потому что ей хотят какой-то огласки. Не хотят, чтобы ввели какую-то трансляцию. Видео-трансляцию судья запретил с первого заседания. А аудио-трансляцию эти активисты, они всегда вели. Всегда можно было послушать, они могли рассказать потом, как слушатели, пообщаться с теми журналистами и рассказать то, что происходит в зале суда. То есть мы все, общество, лишается этой возможности наблюдать за этим процессом. А Вова изменился? Очень. Очень изменился. В основном он подавлен. Я пытаюсь его там как-то подбадривать. Ну, у меня получается иногда, но не всегда. То есть я дома не плачу. То есть если я вижу, что ему совсем плохо, я где-то его там подбадрю, подержу, сама не плачу. Потому что если буду плакать я, будет еще хуже. Дети очень любят папу. Старший сын, это папин сын, он не мой, это вот все, папа для него вся жизнь. мы его не стали обманывать, мы ему сказали все как есть, что да, вот так получилось. Он его не рассуждает, он его поддерживает. То есть если ситуация, нужно вынести, поставить музор, я не могу. То есть он открывает дверь, чтобы поставить пакет, бежит старший сын и говорит, папа я сам, нельзя тебе, папа тебе нельзя. То есть он, он очень переживает. Он очень любит его и я не знаю, что будет, если если его посадят. То есть как мне объяснить детям, маленький он, маленькому год, он еще не поймет. А как мне объяснить старшему сыну, то что папа не сделал ничего. его посадят в тюрьму за просто так.